Мияги. Настоящее имя Азамат Кудзаев. Владикавказский рэп-исполнитель, выступающий совместно с певцом под псевдонимом Эншпиль. Их дуэт лидировал в 2015 году, а также лидирует и по сегодняшний день. Последующее сотрудничество также принесло множество наград. Концерты музыкантов всегда проходят с большим аншлагом, независимо от того, где они выступают – в Украине, России или Беларуси. В этом видео вы узнаете, как живет Мияги, сколько он зарабатывает и его биографию. С вами канал Хаслер. Приятного просмотра. Родился будущий исполнитель 13 декабря 1990 года в центральной части Северного Кавказа. Детство и юность Кудзаева прошло во Владикавказе. В семье Азамата царила творческая атмосфера, хотя прямого отношения к искусству родители не имели. Отец с матерью были медиками. Казбек Кудзаев – уважаемый на родине хирург. Северной Осетии он руководит центром ортопедии и эстетической хирургии. Также у Азамата есть родной брат. Азамат с детства демонстрировал разносторонние таланты, много читал, увлекался единоборствами. У мальчика уже в раннем возрасте обнаружили музыкальный слух и красивый голос. В школе Кудзаева-младшего прозвали Сау. Но в осетинском языке это переводится как «черный смуглый». Так родился первый творческий псевдоним музыканта. Второй Мияги – дань мастеру боевых искусств, тренировавшему главного персонажа в фильме «Малышка-ракист». Выбор профессии Азамату Кудзаеву продиктовали уважение к отцу и трагический случай. В 7 лет будущий рэпер Мияги угодил под трамвай и едва не погиб. Усилия медиков вырвали мальчика из лав смерти. Выбрав медицинский институт после окончания школы, Азамат сказал спасибо докторам за второе рождение. Рэпер мог бы стать отличным ортопедом или пластическим хирургом, но увлечение музыкой оказалось так сильно, что заставило Азамата откровенно сказать об этом отцу, мечтавшему увидеть в сыне продолжение династии. Большой радости от выбора сына у Казбека Кудзаева не было, но мудрый родитель позволил Азамату следовать своей дорогой. Отец благословил сына, взяв обещание, что тот станет лучшим там, куда пошел. Через год Мияги исполнил обещание. Имя осетинского исполнителя узнали поклонники жанра хип-хоп далеко за пределами Владикавказа. Творческая биография Мияги стартовала на первых курсах медицинского вуза. Дебютные треки записал в 2011, а спустя 4 года Мияги подарил меломанам первый альбом. Он записан в Санкт-Петербурге, куда исполнитель переехал. В городе Азамат полностью отдался творчеству и открыл свою музыкальную студию. Сюда и заглянул будущий коллега и напарник по дуэту Сослан Бурнацев, Эншпиль. Он оказался не только поклонником и исполнителем рэпа, но и земляком Кудзаева. До встречи с Эншпилем Мияги успел записать несколько композиций, выделивших молодого исполнителя в российской рэп-индустрии. Песни «Дом», «Бонни», «Небо» и «Я по уши в тебя влюблен». Судьбоносная встреча осетинских музыкантов в северной столице родила уникальный дуэт Мияги Эншпиль, в котором симбиоз рэпа и регги дали яркие запоминающиеся поклонникам хиты. Музыкантов вдохновило творчество знаменитых Боба Марли и Трэвиса Скотта, но подражать культовым музыкантам владикавказцы не стали. Они нашли собственный стиль и нишу в направлении. Первые песни и клипы Мияги с напарником выложил в социальных сетях и на ютюбе. У дуэта мгновенно появилась армия фанатов. Дебютные клипы Мияги и Эншпиля довольно демократичные. Денег на высокобюджетные съемки у ребят не было. Музыканты взяли поклонников качеством композиций, безукорыстенным исполнением и непохожестью на других коллег по направлению. Выложенные на странице во Вконтакте треки дуэта набрали тысячи лайков. Рэперы доказали, что без громких фитов, рекомендаций звезд и денег в шоу-бизнесе можно пробиться наверх. В 2016 году Мияги создал в дуэте с музыкантом-земляком два альбома «Хачиме» и «Хачиме-2», которые подняли музыкантам на вершину хит-парадов. В 2016-м народное голосование определило дуэт Мияги Эншпиль как открытие года. В том же году состоялась премьера новой композиции Мияги Эншпиль «Тамада». Поздние музыканты выпустили на песню «Эрмикс». Целеустремленные осетины, стремительно приобретая популярность, не пострадали от звездной болезни. Ребята напряженно работают над новыми композициями, стараясь держать баланс и не оставлять все силы на концертах и гастролях. Поклонники требуют новых хитов, и обманывать их, переделывая один выстреливший трек, нечестно. Композиции «Вавилон», «Доталаво», «Ванлав», «Мияги» и «Эншпиля» стали хитами по скачиванию из интернета. По версии паблика ВКонтакте, треки «Мияги» и его напарника вошли в топ-9 популярных альбомов 2016 года. За рубежом о рэперах узнали по черно-белому клипу на композицию «Дом», записанную в Японии. Зарубежные меломаны и ценители рэпа поставили исполнителям 5 баллов из 5 возможных. Дебютный альбом «Хаджиме» состоит из 9 композиций. Среди них совместные треки «Макси Фам» и «Девять грамм». Альбом вышел на YouTube весной 2016 года и набрал 2 миллиона просмотров. В него вошли хиты «God Bless», «Половина моя», «Бэйба судьба», «Без обид» и «Рамбопам». Второй альбом «Хаджиме 2» вышел в том же году летом. За 24 часа на паблике новый рэп он поставил рекорд, набрав 100 тысяч лайков. В него вошли песни «Самое-самое», «Люби меня», «Заплаканное», «Венайвил», «I got love» и «Двигайся». Летом 2017 года «Мияги» и Эншпиль представили третий альбом «Ум Шакалака», записанный совместно с романом Амиго «Влади Кавказцем». Как и предыдущие сборники, он не перегружен электронной музыкой и выигрывает за счет читки. Трагические события осени 2017 года внесли свои коррективы в деятельность дуэта. Новый сингл, получивший название «Сонная лущина», появился только в мае 2018. За ним последовал релиз «Капитан», «Сори», «Родная пой». Сослан сменив псевдоним на «Энди Панда» в начале 2019 года, поэтому ансамбль был переименован «Мияги» и «Энди Панда». Летом Азамат представил сольный альбом «Buster Keaton». Новой коллаборацией артист порадовал публику в конце сезона вместе со скриптонитом, приняв участие в создании трека «104», «Не жаль», для альбома «Киноби Сигарет». Осетинские музыканты «Мияги» и «Эншпиль» вошли в десятку рэп-исполнителей с самым высоким доходом за 2017 год. Общая годовая выручка осетинского дуэта составила 42,8 миллионов рублей. «Мияги» любит коротать время с книгой. Он убежден, что рэпер обязан много читать, ведь литература расширяет кругозор и помогает разнообразить тексты треков. Любимый писатель Азамата Оскар Уальт. О личной жизни рэпер говорит сдержанно. Отец музыканта рассказал в интервью, что из Владикавказа в Санкт-Петербург сын уехал с невестой Илоной Тускаевой. Вторую половинку «Мияги» встретил в медицинском вузе. Девушка училась на гинеколога. В 2016 году у «Мияги» родился сын, совместные фото с которым появились на странице музыканта в Инстаграме. На теле рэпера нет татуировок, тогда как у его коллеги Эншпиля их две. О горе в семье «Мияги» стало известно 8 сентября 2017 года. Из окна девятого этажа дома, в котором проживает семья рэпера, выпал полуторагодовый наследник. Умер сын еще до приезда врачей скорой помощи. О гибели ребенка написали на своих страницах в соцсетях друзья «Мияги». По сообщениям, малыш погиб в Москве, где артист снимает квартиру на Верхней Масловке. Несчастье произошло днем ранее. Свидетелями падения мальчика стали десятки людей. Смерть сына разделила жизнь рэпера на «до» и «после». В течение девяти месяцев после трагического случая Азамат не выходил на сцену. Ему удалось сохранить отношения с женой. Пара, вопреки слухам, не подала на развод. Напротив, горе сплотило супругов. Несмотря на то, что артист наотрез отказался от гастролей, его концертный директор Николай Тен продолжал продавать билеты на выступления звезды в разных городах страны. С полученными средствами организатор исчез из поля зрения рэпера, оставив ему много проблем, связанных с несостоявшимся гастрольным туром. А в конце 2020 года стало известно, что музыкант вновь стал отцом. 13 декабря у него родилась дочь. Это событие поклонники хип-хопа назвали лучшим, что могло произойти за последнее время в сфере шоу-бизнеса. День оказался для семьи Кудзаевых особенным. Сам Азамат отпраздновал 13 числа свое 30-летие. А на этом биография Мияги заканчивается. Вы также можете посмотреть и другие мои видео. С вами был канал Хаслер. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!